Добрый день, мои друзья! Меня зовут Пьер Афнер. Я наружусь во Франции, на юго-западе Франции, около города Гарица. Здесь читается Баской страной, где живут баски. Здесь есть Бискайский залив и есть граница Франции с Испанией. И рядом со мной есть некоторые особняки, в том числе и дворец Путина. Он так называется дворцем Путина. По-настоящему, как вы знаете, за рубежом все имущества Путина скрываются под поставными фамилиями. Вначале здесь был его друг Геннадий Тимченко, а потом собственность перешла к Шамалову. Это совсем приличное место. И как вы видели на предыдущем фото, мы один раз, только один раз, два года назад, мы устроили какую-то демонстрацию перед Воротами. Это было великолепно. Так что я делаю, это я не смог повторить. И я вам скажу почему. Сейчас я вынушли, стоить пикетчиком дураком на углу Ру-де-Руссии, это в центре Биаринца. И регулярно я выступаю для освобождения политзаключенных в России. Я был возмущен, когда в 2014 году и 2015 году я видел баски, которые воевали в украинском Донбассе. И там они носили форму русской армии. И они гордились, что они держали в руках баски флаг. До сих пор я никогда не понял, что баская страна объявила войну Украины. Эти фото я передал здесь, и я постарался понять, в чем дело. И я получил никакого диета. Ротя в СМИ Баскир, который я читал тогда, была сильная путьская пропаганда. Какая она, эта пропаганда, я вам не скажу, вы знаете. И я просто обратился к ним и сказал, мне не нужно читать переводы путинской пропаганды. Я читаю ее на русском языке в Москве. Пожалуйста, здесь перевода мне не нужен. И где, куда я не обращался, везде закрыли мне двери и отправили мне дальше. Оказывается, что этот человек, который вы видите сейчас, зовут его Чомин Каталония. Вы видите, на плечу у него есть ружье, винтовка, русская форма, гербом России на льбу и он баска. Как он вернулся сюда, он дал интервью местным газетам. И там, как остальные, он сказал, что он воевал в Донбассе против фашистов, которые сидят в Киеве. Ему сказали, что там в Киеве есть фашисты. И он пошел, он поехал туда, как очень много добровольцев воевал против фашизма. В Донбассе. Мы видим здесь интервью. Один из интервью, который он дал местным газетам. Здесь это французская газета. Все здесь верили эту сказку. Как вы видите, здесь мы пришли под авторитетом милиции призрак. И они воевали бригады призрак под командованием, командира мозговой. И здесь мы видим один человек, с которыми познакомимся под ромни, зовут его Ибэй Требино. Он стоит, он пишет русским генералом. Дальше, я не понял, почему русский генерал держит пока русский флаг Донбасс. Да, конечно, они приезжали в Донбасс. Не за фону, не через Киев, так полагается, а через столицу агрессора, страны агрессора. Я имею в виду Москва. И там он принес свети палачу Сталину. Он принес свети палачу, который замучил, который репрессировал в садах малиных народов в СССР и в России. Если быть солидарным с остальными маленькими народами, наоборот, он принес свети палачу. Я думаю, что этот человек совсем не понимает, что он делает и что тоже он не понял, что он сделал, когда он взял группу КАР, оружие, чтобы бороться за русский империализм против малого народа. Я говорю малого народа, мы ведем по численности против украинцев. Если мы идем на страницу Фейсбук Требино, мы видим то, что он предлагает такие проекты. Это один из них создать социалистическую Советскую Республику Пренестровье. Он хочет объединить Пренестровье Одесской областью. И здесь написано на испарский язык, что вообще он хочет отодвигать, отбросить Украину с берегов Черного моря. Кажется, что он большой геополитикой. Мы видим его снова в Донбассе. Направо, это тоже другой басский террорист, зовут его Лур-Жиль Рей. И он обнимает их русский террорист. И вы видите, что у них есть серьезные оружия в руках. Объем он включен. И за ними есть басский флаг. Здесь я совершенно понимаю, что делает басский флаг. По крайней мере, эти люди, они опоздают его, потому что эти люди, они террористы. И они доказывают таким образом, что басский это террорист. Я говорю этот, это нерезко, потому что здесь я никогда, никто не слышал кого-то, обсуждающего это поведение. И обратился к всем, я на месте, всеми самим политикам басским, которые я знаю их. И никакого ответа я не получил. Даже я получил угрозу, что я должен молчать, что я живу здесь, в басковской стране. Это значит, что здесь я не должен критиковать басков. Если это мне не нравится, я должен убираться оттуда. И вообще, мне советую, потому что этот совет остается, не выйти на улицу. Потому что угрозы, которые я получил, они выполнятся, и они обязательно встретят меня. И этот, это настоящий фашизм. Здесь. Но фашизм, он не в Киеве. В Киеве я видел не разу. Я никогда не видел никакого фашистов там. Только антифашистов. Фашизм это Москве, фашизм это Донбасс, и фашизм это здесь. И все остальные, в том числе и мои друзья, они молчат, потому что они боятся этого фашизма. И я вам скажу больше. После того, как я получил отказ от всех басков, я сказал, я обращусь к французам. Местную газету. Есть такая газета, местная, седуэст. Они мне сказали, я оправлю документы, я оправлю документы, видео, фото, статьи, все ясно. Я потом, я перезвонил, и они мне ответили, мы ничего не напишем на нашем газете, потому что мы не хотим портить наши отношения басками. Здесь это фашизм. Я вам скажу, что агенты влияния Путина, они везде, не только в сепаратистах баскир, но тоже в деловых кругах. В профсоюзах, политические партии, они все взорвали. И здесь они все повторяют пропаганду Путина, как попугай. Но я здесь, кто будет рассчитаться со мной. Я вас не выбросил. Я не боюсь, что я боюсь, что эта грязная война Путина против Украины, что она может в конце концов заводить всю Европу и может весь мир. Вот, это война до Путина. До встречи, мои друзья.